Подписание соглашения Республики Татарстан и Российской Академии Наук. Бурные продолжительные аплодисменты. Инженер года 2022. Мне за эту разработку такую премию дадут. О, я уверен, мы с тобой поедем. Вот. Материалы и технологии 21 века. Была идея съездить, представить результаты перед коллегами, услышать критическое мнение на полученные результаты. И опять же наладить научные связи с коллегами из КФО и других институтов. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Камиля Глякберова. Российский научный фонд поддержал 27 проектов ученых Казанского университета. Размер одного гранта составляет до полутора миллионов рублей ежегодно. Основная задача конкурса – развитие новых для научных коллективов тематик. В том числе на определение объекта и предмета исследования. Составление плана исследования, выбор методов исследования. И формирование исследовательских команд. Состоялось заседание Совета директоров акционерного общества Татнефтехиминвестхолдинг. О том, как прошла встреча и какое соглашение было подписано, расскажет Адалина Абдрахманова. В Доме правительства Республики Татарстан состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества Татнефтехиминвестхолдинг. Участие в мероприятии приняли глава Татарстана Рустам Миниханов, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, президент Российской академии наук Геннадий Красников и вице-президент РАН Степан Калмыков. Казанский федеральный университет представил ректор вуза Ленар Сафин. Красников отметил высокий научно-технический потенциал Республики Татарстан за счет плотной работы правительства и научного сообщества. Конечно, сегодня мы должны несколько по-другому подходить к решению задач. И самое главное, я здесь вижу, именно как раз такая синергетическая работа между учеными Академией наук, промышленностью, для того, чтобы весь потенциал, который у нас накоплен, его как можно быстрее мы могли внедрять в нашу экономику. В ходе заседания также был представлен доклад Казанского федерального университета о гомогенных катализаторах крекинга. Ведущий научный сотрудник научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» Алексей Вахин отметил, что разработанные в Казанском университете катализаторы уже успешно применяются на Альшичинском месторождении Татнефти и кубинском нефтепромысле Бока-Дохорука. Процесс позволяет значительно снизить вязкость нефти уже в пласте, и это позволяет повысить дебет скважины, а в добытой нефти еще и снижается содержание серы. В завершении заседания состоялось подписание соглашения о научно-техническом и технологическом сотрудничестве между Республикой Татарстан и Российской Академией наук. Подписи под документом поставили Рустам Миниханов и Геннадий Красников. После заседания президент Российской Академии наук Геннадий Красников и вице-президент Российской Академии наук Степан Калмыков с экскурсией посетили Казанский федеральный университет. Гостей сопровождали ректор Казанского университета Ленар Сафин и первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Гости посетили музей истории КФУ, а далее стороны отправились в Голубой зал, где обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между ВУЗом и Академией наук. Ежегодный республиканский конкурс «Инженер года» накануне состоялся в бизнес-центре Корстен. Кто из ученых Казанского федерального университета вошел в число лучших, расскажет моя коллега Маргарита Михайлова. Технологическая независимость. То, в чем любое государство нуждается с каждым годом все больше и больше. Обеспечить ее может лишь человек со свежим взглядом. Молодой специалист, который не видит преград. Накануне в Казани состоялся ежегодный республиканский конкурс «Инженер года». Организован он по поручению главы Республики Татарстан. Человек труда, человек инженерной мысли всегда ценился. За счет таких людей идет развитие региона и Российской Федерации в целом. Поэтому нам очень важно поддерживать инженерные кадры, поддерживать предприятие. Три категории участников в 12 номинациях. Бакалавры, магистранты, аспиранты, а также действующие специалисты в возрасте до 35 лет. Свои работы представили 279 человек. В рамках основной программы лучшие специалисты, отобранные конкурсной комиссией, стали участниками очного выездного семинара. Мы участвовали в проекте с нефтесервистой компанией ООО «Тенга Групп». Там мы разрабатывали приборы для нефтесервиса, для исследования скважин. Ну, собственно, вот примерно так. То есть мы участвовали в проекте, разработали модуль ядерно-магнитного резонанса для скважинной лаборатории. Для участников очного этапа прошли мастер-классы, круглые столы и тренинги, на которых коллеги обсудили основные тренды инженерии и представили свои проекты. В число лучших специалистов вошли представители Казанского федерального университета. Анастасия Ишпаева, Артем Александров, Николай Брызгалов, Эльвира Хуснуддинова, Нурия Хайбулина, Алсу Гельмединова и Эмиль Булатов. Над сюжетом работали Маргарита Михайлова и Александр Кузнецов. Универньюс. В Казанском федеральном университете прошла Всероссийская школа-конференция с международным участием студентов, аспирантов и молодых ученых «Материалы и технологии XXI века». Какие доклады были представлены, узнаете в следующем сюжете. 30 ноября во втором высотном корпусе Казанского федерального университета стартовала школа-конференция, на которой собрались десятки молодых светил науки из разных регионов России. Открыло мероприятие «Приветственная речь» первого проректора, проректора по научной деятельности КФУ Дмитрия Таюрского. По словам профессора, ключевая тема конференции актуальна как никогда, ведь технологии сегодня сменяют друг друга с геометрической прогрессией. Если раньше на их изменения уходили века, то сейчас, в лучшем случае, технологии живут 5-7 лет. Очень важно себя найти в этом быстро меняющемся мире, и проведение вот таких конференций студентов, аспирантов, молодых ученых является очень важной платформой для обмена своими знаниями, своими сомнениями, своими подходами к участию в научной деятельности, поскольку сегодня, опять же, меняется ландшафт не только научного знания, технологий, но меняется ландшафт человеческого общения. Программа «Школа конференций» включила в себя пленарные лекции и секционные доклады, на которых молодые ученые смогли представить свои научные исследования как в онлайн, так и в офлайн формате. Была идея съездить, представить результаты перед коллегами, услышать критическое мнение на полученные результаты и, опять же, наладить научные связи с коллегами из КФО и других институтов. Мой доклад посвящен разработке способа иммобилизации лактобацил на природных агроминералов. То есть мы разрабатываем сейчас пробиотический препарат для сельского хозяйства, мы будем кормить им курочек, перепелок для того, чтобы улучшить их жизнь, чтобы исключить из-за их рациона антибиотики, то есть такая альтернатива антибиотикам. И считаем, что это будет научный прорыв, выйдет на рынок обязательно, и мы сделаем свой вклад в науку, в технологии, которые сейчас развиваются. Отметим, что Всероссийская школа-конференция продлится до 2 декабря. По словам спикеров, она станет хорошим стартом для развития участников в научной направленности. Карина Саехова, Никита Акиншин, Универньюс. Русский ученый, математик, магистр естественных наук, наиболее известен в качестве одного из создателей неевклидовой геометрии, научный деятель университетского образования и народного просвещения. О ком идет речь, расскажет Алина Красильникова. В преддверии 230-летнего юбилея ректора и строителя Казанского университета великого математика Николая Ивановича Лобачевского невозможно не вспомнить о том, как ученый вошел в историю России и мировой науки. Имя Лобачевского известно всему миру. Он прославился в области математики как революционер в науке и коперник геометрии. Николай Лобачевский решил проблему, над которой человечество бесплодно билось более двух тысяч лет. Ему было всего 34 года, когда он решил многовековые вопросы пятого постулата из начала Евклида и построил свою неевклидовую геометрию. Геометрия Лобачевского описывает не плоское пространство, как геометрия Евклида. Наилучшими моделями такого пространства являются геометрические тела, похожие на воронку и седло. Поэтому геометрия Лобачевского может применяться только по отношению к миру с искривленным пространством. Главное отличие геометрии Лобачевского от геометрии Евклида в пятом постулате о параллельных прямых. Пятый постулат геометрии Лобачевского утверждает, что если на плоскости лежат прямая и точка, то через эту точку можно провести хотя бы две прямые, не пересекающиеся с первой прямой. А в геометрии Евклида через точку можно провести только одну единственную прямую. Таким образом, неевклидовая геометрия допускает, что на одной плоскости может находиться сразу несколько прямых линий, не пересекающихся друг с другом. Классический школьный курс подразумевает изучение эвклидовой геометрии, которая является основой практически во всем мире, а геометрию Лобачевского используют лишь при решении узкого круга задач. Часто люди знают лишь эту сторону его жизни и даже не подозревают о том, что Лобачевский в течение 40 лет преподавал в Казанском университете, в том числе 19 лет руководил им в должности ректора. Его умелое руководство способствовало тому, что университет вошел в число передовых российских учебных заведений. При Николае Лобачевском коренным образом изменилась научно-педагогическая жизнь университета, были основаны и получили развитие научной школы, внесшие крупный вклад в отечественную и мировую наук. С именем Лобачевского связано создание в Казанском федеральном университете восточного разряда, деление на две кафедры восточных языков – арабско-персидскую и турецко-татарскую. Именно при Николае Лобачевском делаются попытки создать при университете азиатский и восточный институт, российский центр изучения народов Востока, их истории и культуры, печатный орган, где публиковались бы исследования по вопросам лингвистики, истории и географии Востока, переводы ранее неизвестных рукописей. Справедливо, что 30-е и 40-е годы 19-го столетия в истории Казанского университета называются эпохой Лобачевского. Ведь во многом только благодаря его неистащимой деятельности, громадному авторитету ученого и администратора, Казанский университет превратился в один из центров российской науки и образования. Алина Красильникова, Универньюз. Институт психологии и образования Казанского федерального университета отметил свой 11-й день рождения. Мероприятие состоялось в актовом зале. В рамках концерта выступили студенты и преподаватели. На этом все. А в студии была Камиля Глякберова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова